Я спал в вагончике где-то в своем, там, где только мог. Он ходит на гимнастику у нас, мы буквально сегодня с ним, я с ним делал всякие карбатишки, там сальто какие-то делает, что-то еще, у нас с ним целая программа уже есть. И после этой припати все равно мне лайки ставят на некоторых постах, я думаю, опа, что такое? Ты просто чувствуешь себя счастливым, радуешься, смеешься на ровном месте. Тема Нару ТВ Привет всем, кто хочет быть в теме. Меня зовут Маша Валуйская, и сегодня в нашей невероятной уже осенней студии телеканала Нару ТВ я не одна, со мной звездный гость, амбассадор гитарной лирики, премьерный семьянин, любящий отец и муж Иван Чебанов. Привет всем, привет, Ру ТВ. Очень рада тебя здесь видеть, как у тебя наша студия? Хорошо, я вообще на самом деле люблю осень, раз уж ты сказал, что я премьерный семьянин, конечно, не всегда так бывает. Да, как мы об этом поговорили? Ну да, но у жены день рождения 1 сентября, и поэтому как-то я вот с этим праздником начал любить сильнее осень, и атмосферу тонаете, поэтому круто, что вы так уже готовы максимально. Да, все очень старательно готовили к твоему приходу. Сегодня, кстати, отмечается день семейного общения, и раз у нас программа тема, я не могу не спросить у наших телезрителей, состоите ли вы в семейных чатах. Пишите в наши официальные соцсети, а именно в группу во Вконтакте и в наш телеграм-канал. Совсем скоро там появится наша с Ваней фотография. Ваня тоже расскажет обязательно, есть ли у вас семейные чаты, и предлагаю прямо сейчас с этого и начать. Ваня, есть? Семейные чаты конкретно в нашей семье, но у нас есть чат, значит, который называется «Мистер Печенюшкин». Он посвящен нашему сыну Максу, и там собраны бабушки, в общем, у нас все живут далеко, и они наблюдают за Максом, как он растет, как развивается. Да, я в этом чате состою. Вот, у нас есть чат с моей мамой, с сестрой и с моей женой, он называется «Чибанда». Там просто вот мы общаемся как-то, делимся новостями, можем часто не созваниваться подолгу, потому что там все время на связи, все примерно в курсе того, что происходит. Вот, собственно, ну это, наверное, два единственных чата, в которых я состою семейных. Чат с соседями тоже есть, я там состою, но не часто вообще-то захожу. Там Дарья с ними больше наводит общение. Раздражают тебя эти чаты? Да нет, наверное, я, если честно, не особо читаю, как бы, ну, бывают какие-то моменты, которые надо там подключиться, что-то решить, но не особо раздражают. Так, ну раз вы такие дружные, состоите в общем чате, не раздражаете друг друга контентом, как часто вы видитесь и как проводите время? С кем конкретно? С семьей. Вот сколько, кстати, человек в этом чате? Мистер Печенюшкин. Эта песня такая есть, мистер Печенюшкин, нашему сыну она очень нравится. И, короче, в этот чат мы добавили еще наших друзей, там человек 20 в итоге оказалось. Да, это как такая своя личная соцсеть про сына, про нашего, где вообще хронология очень, каждый день выкладывается, что происходит. У нас есть няня, она очень активный блогер оказалась. И она это дело, так сказать, транслирует для всех максимально, вот, все в курсе вообще всего. Есть даже уже свои мемчики внутри этого чата, вот, поэтому мне нравится, привет, будет приятно вам передать привет. Может быть, есть идея также сделать из Максима маленького блогера, потому что многие звездные родители вовсю продюсируют детей, состоят страницы в соцсетях. Есть такое желание? Слушай, во-первых, он Макс, он прям у нас по свидетельству рождения Макс, вот, это его полное имя. А во-вторых, да мы как-то на самом деле хотим, чтобы он сам выбрал. То есть мы ему покажем вообще, что в этом мире есть, вот, захочет быть, не знаю, водителем будет водителем, захочет быть инженером, айтишником будет айтишником, захочет как-то быть связанным с творческой профессией, значит, будет ей заниматься, вот, поэтому мне даже было бы интересно, чтобы он занимался чем-то вообще абсолютно другим, чтобы я вместе с ним погрузился еще в какую-то тему, вот, и мне кажется, в этом будет как раз интересное такое у нас общение. Вай, ну, мне кажется, ли я на твоих руках вижу легкий загар. Так, рассказывай, как провел лето, был ли где-то, потому что ты очень много работал, мы за тобой следим, ну, вот, успел ли отдохнуть? Спасибо, приятно. Вообще, было много гастролей летних, вот, загар еще остался с новой волны, я был на новой волне, там был один жаркий день, и я весь этот день провел на солнце вообще без всяких SPF-ок, и нормально так загорел, это было буквально вот недели-полторы назад. Вообще, я, мы отдыхали в первый раз, наверное, за долгое время, мы заранее спланировали отдых, полетели в середине, в начале июля, вот, как раз были в Сочи, там параллель был форум Леонида Агутина, я там участвовал, выступал, давал мастер-классы, и, получается, я был в горах, Дашуни с Максом были внизу, и я, короче, туда-сюда ездил, и потом мы еще неделю провели только на море, поэтому вот этим летом как-то получилось отдохнуть. Прошлые года как-то было намного сложнее, ну и плюс Макс подрос, мы были вообще втроем, первый такой наш был совместный отдых именно втроем, без нянь, там, без родителей, без кого-то, и мы так кайфанули, и, короче, лето вот это прочувствовалось. Плюс сентябрь сейчас еще выйдет такой теплый в Москве, мы тоже должны были ехать на день рождения, как раз Дарьи в Турции, вот, ну что-то отменилось, и мы остались здесь, это тоже хорошо. Да, но не просто так остались, потому что сегодня Ваня пришел к нам, как говорится, не с пустыми руками, а с творческим подарком для всех поклонников и телезрителей телеканала РУ-ТВ. Прямо сейчас предлагаю насладиться твоей новой работой на лавочке, а потом обсудим ее. Давайте кайфанем, да. Ну что, Ваня, с премьеры тебя, я хочу сказать, что это даже не осенний, какой-то суперлетний клип, мне кажется, мы продлеваем себе вот это теплое, яркое, энергичное настроение дальше, так что спасибо тебе за это. Ты признался и до этого, и сейчас, пока мы смотрели клип, что это одна из самых сложных твоих работ. Поделись почему. Да, во-первых, очень приятно то, что лето продлилось, потому что такая задача и была, мы хотели снять летний клип и вылучшить его в конце лета, чтобы продлить это еще ощущение. Это так мудро, я тебе скажу, да никто так, мне кажется, не делает. Потому что все думают, в начале лета летний клип, как бы, и поехали. Вот, мы пошли немножко другим путем, потому что песня вышла в июне даже еще, и специально мы не стали сразу это делать, хотели посмотреть, как будут развиваться события. Песня очень круто пошла, играет на всех радиостанциях и собрала миллионы просмотров в соцсетях. И когда вот мы подошли к работе над клипом, мы обсуждали, и мы делали, кстати, эту песню с Юрой Бардышем, продюсером группы Quest Pistols, Грибы, Нервы. И он тут был таким тоже креативным, так сказать, вдохновителем. Он сказал, ребята, точно надо снимать танцы, летнюю обстановку. Вот, а он знал, что я танцую, и я как бы, я знал, что я танцую. Но я, если честно, очень давно в своем творчестве не танцевал. Как-то это ушло на второй план в какой-то момент, хотя раньше я это очень давно, не часто делал. А я это безумно люблю. Он говорит, слушай, стопудово, чувак, надо танцевать, типа, раз ты это умеешь. Я занимался брейк-дансом в свое время, очень много танцевал, у меня крутился на голове. Хочется сказать, так, демонстрируй. Если нам разрешат, может, что-то покажешь попозже, надо размяться. Вот, и, короче, поставилась задача сделать атмосферный летний клип как раз на лавочке, потому что и сама песня, она пошла из соцсетей, из лавочек, реальных лавочек в Москве, где я пел эту песню просто прохожим. Вот, и мы собрали 16 танцоров, мы репетировали, и съемка начиналась в 9 часов вечера, там, из-за логистики. Мы снимали всю ночь с 9 часов вечера до 11 часов следующего дня. И там было очень много сложных кадров, и, ну, по видео видно, где там одно переходит в другое. Я надеюсь, никто не пострадал во время съемок? Ну, вроде бы нет. Там такой, как бы, максимальный La La Land получался, и это была достаточно прохладная августовская ночь, мы снимали это 7 августа. И я спал в вагончике где-то в своем, там, где только мог. Все, ребята, я видел танцоры. А начало клипа мы снимали в 9 утра, чтобы ты понимала, уже через вообще всю эту огромную съемку. И все были на нервах, какие-то были проблемы, что-то где-то не получалось. Танцорам надо было уезжать. И мы вот так вот пытались, переставляли, как-то быстро что-то делали. Не все, на самом деле, успели доснять. Я не все танцы станцевал в этом видео, поэтому ждем следующее. Он еще станцует, он еще станцует. Ждем следующий клип. Ну, на гитаре поиграл, как бы, гитара была, танцы были, любовь была в клипе. Поэтому эта гитара, танцы, любовь, это вообще мое ключевое такое состояние сейчас. И очень хочется и больше его еще транслировать, нести через творчество в народ. Вот, и этот клип мне очень нравится, я им горжусь. Он получился реально таким крутым, достаточно масштабным. И я рад, что РУТВ вот так его поддерживает. И мы сегодня про него общаемся. Ну, не могу не спросить, сколько лавочек было задействовано в этом клипе? Вообще ни одна лавочка не пострадала, я не костюмаю об этом. Но мы покупали специальные лавочки, привозили, собирали, устанавливали. Они сейчас, кстати, где-то стоят на огороде ноченка. Вот, там была куча лавочек в парке. То есть мы нашли идеальную локацию, где много лавочек, где вот эти огни, фонари. И там были наши лавочки, мы их таскали, переставляли, соединяли друг с другом. То есть это такой был трансформер из лавочек, но их было много. Где они сейчас у вас? Где-то у художника, где-то на этом, на огороде, я не знаю. То есть они туда уехали, мы пока с ними больше не виделись. Вот, но очень был интересный опыт, и прям и танцевать, и петь, на гитаре играть. И, короче, все это в одном, в одних кадрах некоторых было волнительно. Мы знаем, что главная героиня даже умудрилась замерзнуть во время съемок. Ну, как так получилось? Ведь вы так активно танцевали. Расскажи, не заболела? Там было достаточно холодно, и ей приходилось в каких-то моментах просто долго сидеть для статичных каких-то кадров спиной или чего-то еще. А у нее был очень откровенный наряд, так скажем. Вот. И у нее были только откровенные наряды. А Даша не была? В этом, Дарья была, она была на съемках, она вообще, она обычно мне выбирает главных героинь на клип. Да, вау! Причем она это делает лучше, чем любой кастинг-директор. Вот, что там прошлый клип «Детка, ты мой кайф» она выбирала. Здесь она смотрела, я говорил, кто нравится, кто не нравится, но у нас случилась непредвидительная ситуация. У нас та героиня, которая должна была сниматься, она за один день так получилось, что слетела. И мы просто в день съемок, днем утверждали новую девушку, вот, Машу Лаврову, причем я ее знал очень давно, и ребята, кастинг-директора нашел. Вот, Маша, спасибо тебе, что вписалась, и мне кажется, отлично выполнила свою миссию. Так, как попасть к тебе в клип? Нужно просто написать Даша? Ну, уже чтобы вы Дарье понравились. Но на самом деле, конечно же, нет, просто я с ней советуюсь. То есть у нее очень хорошая чуйка на лице, на типажи, потому что у нее свой бренд, она делает очень много съемок с моделями. И она реально, у нее прям талант к этому, она понимает, кто будет хорошо в кадре смотреться, кто даст эмоции, кто не даст эмоции. Я с ней в этом плане часто советуюсь. Продолжаем программу «Тема». У меня в гостях Ваня Чабанов. Ваня, ну смотри, у нас тут тенденция такая нарисовалась среди вас, артистов, что вы устраиваете выступления прямо в общественных местах. Вагоны метро, парки, вот Стас, Костюшкин и Дава устроили выступления в электричке. Вот, ты также поделился, что ты выступал на Патриаршке. После того, когда я уже кучу видосов снял на лавочке, которые набрали просто миллионы просмотров и видели все, наверное. А, ты трансэтер, то есть. И как бы все, кто мог, вот, потом уже я вижу, что и другие начали это делать и прям снимают похожие видео. Думаю, ну красавчики, ладно, молодцы. Я в этом году просто захотел попробовать для себя новые форматы и начал снимать кучу разных видео. Пел незнакомцам в лифте, пел на лаву. Как они реагировали? Они все были в шоке, вот, кто-то знал меня. Скорее вы бегали из лифта. Нет, там никуда не увяжешь. Они уже как бы нажимали на кнопку и мы поднимались, вот. Ну и эти видео набирали прям, ну очень много. То есть видео миллион просмотров, два миллиона просмотров. Вот, и мне куча лайков там, все там, до Леонида Агутина все ставили лайки. Типа и прям реально вот, ну, всем очень понравилось, очень зашло. И я решил как бы продолжить такой формат. И в день премьеры трека на лавочке, я за два дня буквально такое спонтанное было решение, пригласил подписчиков своих на конкретную лавочку на Патриках. Они туда пришли возле пруда, там было человек 300 или 400, было куль. Кто-то даже из других городов приехал, они там выкладывали stories, рассказывали нам. Вот, и, собственно, и случился такой большой концерт. Можно в интернете посмотреть, я тоже к себе выкладывал в Reels. И мне очень нравится такой формат, потому что в нем есть что-то новое. Да, есть вот это вот ощущение близости с артистом. Да, это не такие масштабные концерты, как, допустим, будут у меня осенью. Но это абсолютно другая история. И я считаю, что периодически артист любого уровня должен создавать что-то необычное. Должен с аудиторией, то есть придумать какие-то интересные форматы концертов. У меня в прошлом году были концерты на крыше, был концерт в Оранжереи, был концерт в Москвариуме под водой вообще получать. И мне очень нравятся именно такие нестандартные места для проведения каких-то камерных. Это для самого близкого круга фанатов, подписчиков и любителей твоего творчества. Мне кажется, это супер. И причем это абсолютно в свободной форме. И прохожие тоже к нам присоединились, и даже представители охраны парка, они переживали, что мы много песен по-моему хотели остановить концерт. Но как-то все-таки все равно... Но ты им не сдал. Команда моя там стояла вообще очень уверенная. Слушай, Иван, мне кажется, ты реально какой-то вот ламповый свой артист. Поэтому мы продолжим наслаждаться интервью с тобой сразу после короткой рекламы. Ну что, друзья, мы ждем ваших сообщений в наших социальных сетях. Это именно в группе во Вконтакте и в Телеграм-канале. Напоминаю, что сегодня мы параллельно с нашим интервью обсуждаем тему семейного общения. Состоите ли вы в семейных чатах, как они называются и что вы там обсуждаете. Ну а прямо сейчас продолжаем наш интересный интервью с Ваней. И Ваня, ну конечно вопрос, куда тебя еще можно прийти послушать, кроме как на лавочке на Патриарше? Так, в общем, ребята, РУ-ТВ, куда смотреть, в какую камеру? Вот, я еще раз всех приглашаю на свои большие атмосферные концерты. 9 ноября Москва, Клуб Атмосфера. Это будет мой первый такой многотысячный концерт. Поэтому приходите, поддержите и станете свидетелем вообще исторического для меня события. 10 ноября Питер, Клуб Джаггер. Площадка будет тоже большая. Первый раз, на самом деле, приезжаю с полным шоу в Питер. А полное шоу в этом году это что? Это гитара, это танцы, это живой бенд, это танцоры. Это вообще будет очень большое, крутое, интересное шоу. Мы уже к нему готовимся. Поэтому всех жду. 9 ноября Москва, 10 ноября Питер. Как у тебя проходит подготовка? Есть ли какие-то сложности? Сколько скамейк, может быть, закупили? Да, да. Лавочки, кстати, будут. Все те же, да? Как происходит подготовка? На самом деле, это мой второй такой большой концерт. Это шоу, он называется «Большой лайв». И это мы раз в году играем. Такой концерт, когда расширенный состав музыкантов. В прошлом году первый раз мы это сделали. Это был клуб «Урбан». Было там чуть больше тысячи человек. И для меня это было таким хорошим событием. Это был мой первый концерт. В этом году, уже отталкиваясь от того, что вы видели в клипе, будут танцоры, будет режиссура, будут экраны, будут спецэффекты, будут специальные браслеты, как на концертах Coldplay, которые я безумно люблю. И это все будет очень атмосферно, красиво, интерактивно, двухчасовое шоу с полным погружением, сообщением с фишками, сюрпризами, звездными гостями. В том числе и Лариса Долина, и Ассия приедет поддержать. И, кстати, Владимир Пресняков. Расскажу, почему. Давай, рассказывай. Вот сюрпризы не заканчиваются. Да. Шок-контент сейчас будет. В октябре у нас выйдет дуэтная песня. И это будет, на самом деле, такой большой для меня новый этап. Потому что это моя песня авторская. И ее оценил уже даже Леонид Агутин. Он сказал, ребята, блин, он слышал ее, когда мы выступали на форуме, говорит, я давно не завидовал песням, но тут завидую. Не хотел писаться в третьем. И немного, и немного, даже черный. Я думаю, что у нас с Леонидом все впереди. Я безумно люблю его творчество. Вот с Владимиром так произошло все достаточно спонтанно. Я песню эту уже хотел сам выпускать. Уже даже она должна была выйти раньше «Лавочки». Называется «Близкие рядом». И на одном мероприятии мы встретились с Вовой. Мы давно не виделись. И что-то... Это, кстати, была припатия премии РУ-ТВ. И после этой припатии, я схожу в Инстаграм, он мне лайки ставит на некоторых постах. Я думаю, опа, что такое? И на следующий день я еду просто на самокате куда-то по делам. И слушаю эту песню. Потому что сейчас ее я должен был выпускать. Я так иногда прослушиваю. Думаю, все ли там хорошо. Я еду и понимаю, блин, тут же идеально бы звучал Пресняков. Прям настолько темы актуальны. И там про семью, про семейные ценности. Любовь – это награда, когда близкие рядом. Это вот основной месседж этой песни. И через директора нашего лейбла, первомузыкального, Марию Апарину, мы буквально там за 10 минут с ним связываемся. Она ему звонит, говорит, Вув послушает трек, он слушает песню. Через 5 минут перезвонит, говорит, я хочу сделать ее с Ваней. Очень крутая песня. И через неделю мы уже встретились на студии, записали все. Это было еще в июле, кажется. И, собственно, вот сейчас готовимся к большому дуэту. Будем снимать на него клип. И я думаю, что в скором будущем сюда вернемся. Поэтому этот дуэт также будет на концерте 9 ноября в Москве. Так, 9 ноября. Всем быть. Проверю лично. Прямо сейчас посмотрим на Анну Эст и вернемся. Ваня, недавно у твоей жены Даши был день рождения. Мы ее поздравляем с прошедшим праздником и хотим спросить, как вы отметили. Что подарил? Да, буквально недавно Дарья выкладывала себе пост в Телеграме. Я помню, как мы отметили, потому что я его недавно смотрел. Мы его начали отмечать еще за день до этого. Как-то у нас вообще мы любим день рождения отмечать несколько дней. Вот, Дарья на экранах приветико. Вот, короче, мы завтракали. Это было за день на Патриках в Клевом месте, в таком ее одном из любимых. Хорошая девочка называется. И там же рядом есть такой салон украшений. Я ей подарил эти сережки с бриллиантами, о которых она давно мечтала. А они пока еще делаются. Они скоро будут готовы. Но мы съездили, все заказали, все примерили. И в целом после этого мы просто поехали за город. У нас такой был тур по подмосковным загородным отелям. Одну ночь были в одном отеле, потом в другом. Просто в лесу. Мы очень любим вообще состояние вот этого загородной жизни. Соснового леса, речки, озера, бассейна какого-то на открытом воздухе. Особенно с ребенком, это вообще чистый кайф. И мы поехали в эти отели, там провели время, поужинали просто втроем. И она сказала, что это был один из лучших день рождения в ее жизни, когда не было никаких людей, друзей, не надо было что-то делать, кого-то развлекать, наряжаться. Мы просто были, не знаю, в спортивных там одеждах каких-то на супер расслабоне, в очень красивом доме. И именно по-семейному отпраздновали этот праздник. Вообще Даша составляет вишлюст перед днем рождения? Да, она не перед днем. У нас есть такая общая заметка в телефоне, в которой есть доступ у меня. И каждый раз, когда она что-то туда пишет, я это все вижу. Так же она и видит то, что я пишу. Мы давно, у нас нет уже этой истории там типа прям с какими-то конкретными сюрпризами. Хотя недавно я ей дарил сумку, и это было достаточно с сюрпризом. Я знал, что она ее хочет, но мы как-то не договаривались. И просто мы понимаем конкретно, как сделать другому человеку приятно, что он хочет. И стараемся, вот уже несколько лет мы так живем, и очень все хорошо проходит. Потому что раньше я мог что-нибудь подарить, какую-нибудь ерунду, если честно. Ну, типа, понятно. Что больше всего я уповернула? Ты реально думала, что это не понравится? На Новый год. Ты думала, ты же любишь фреш, и вот будешь фреш и пить. Сама делать. Да, это был, конечно, парни, никогда не дарите соковыжималки. Ни на какие, это просто провал. Не совершайте моих ошибок. Часто ты даришь подарки вне повода? Хотелось бы чаще, если честно. Как-то есть за мной такой момент, я вообще люблю это делать, но вот как, знаешь, все так закручивает. Вроде думаю, да, да, да. И еще, конечно, Дарья тоже, то есть такой человек, в жизни многое повидавший. Знаете, там подарки интересные очень. Так, расскажи о себе теперь. Раз у вас общие заметки, что пишешь ты в виш-лист? Что ты последнее, может, получила? Что я пишу? Так, ну что я писал? Я хотел, она мне дарила, ну, я люблю всякие такие пацанские всякие штуки. Она мне дарила не так давно VR-очки, в которых я играл, там вообще очень кайфово было. Она мне дарила, как называется, сейчас я скажу. Она мне дарила такие кроссовки, на самом деле, много раз, очень клевых, которые мне нравятся. Такие достаточно дорогие, крутые. Вот, что еще? А? Что, колеса? Так, у нас тут волосы звнеют. А, блин, вот она мне в этом, точно, это прям, не знаю, подарила очень клевый рюкзак Louis Vuitton, очень крутой, который я давно хотел. Мне реклама. Когда мы, извините, когда мы в Таиланде отдыхали, я прям тоже был очень рад. Вот, ну, Дарья, на самом деле, такое ощущение, что она мне иногда даже чаще дарит подарки, чем я, поэтому надо над этим поработать. Говорят, девушки не должны дарить часто парням подарки, но мне кажется, мужчинам это особо... Никто никому ничего не должен. А какой самый дорогой подарок ты делал себе? Себе? Да. Ох, я, наверное, это моя проблема, что я себе не могу прям взять и что-то вот там, допустим, там, кому-то из семьи, дарить маме, там, еще кому-то, я могу дарить дорогие подарки. И, а себе почему-то делаю это крайне редко. Все, наверное, смотрят и думают, ну, идеальный муж, идеальный. Прямо сейчас посмотрим небольшую рекламу и надеюсь, что вы уже зашли в наши социальные сети. Напомню, куда нам можно написать. Группа во Вконтакте и телеграм-канал вас ждут. Там уже наша совместная фотография. Обязательно пишите свои вопросы Ване, потому что Ваня на них с удовольствием ответит. Посмотрим небольшую рекламу, а далее вернемся. Ну что, программа «Тема», всем, кто в теме, привет еще раз. В гостях у меня Ваня Чабанов. Ваня, ну и, конечно, не могу не спросить про твоего сыночка Макса. Ему уже два года. Чему он научился? Как он живет? Свою, наверное, самую счастливую жизнь. Ох, во-первых, чему мы научились, да, с ним? Мы научились терпению, научились вообще новой жизни. И когда появляется ребенок, это ты все. У тебя та жизнь на какое-то время замораживается. Ты живешь абсолютно чем-то новым, непонятным, как будто плывешь под водой с закрытыми глазами. И вот сейчас со временем мы уже смогли объединить ту прошлую жизнь с нашей новой жизнью. И это, конечно, кайфово. И Макс очень достаточно быстро развивается. Он уже очень хорошо разговаривает. С ним уже может спросить, он тебе ответит. Ему два и три месяца. Он ходит на гимнастику у нас. Буквально сегодня с ним я с ним делал всякие карбатишки. Там сальто какие-то делает, что-то еще. У нас с ним целая программа уже есть. Он очень активный. Я знаю, что я был активным ребенком. Но как моя мама говорит, его бабушка уже, что он еще активнее, чем я. Потому что у Дарьи такой характер с энергией, что у меня эта гремучая смесь получилась. И, собственно, сейчас мы просто хотим, чтобы он физически развивался. Чтобы он быстрее именно рос. И понимал вообще, как мир устроен. Он ощущал себя в нем, умел себе какие-то базовые умения. А затем дальше уже просто устроим ему такой шведский стол, где дадим возможность показать вообще, какие есть направления, что есть. Посмотрим, к чему у него будет лежать душа, что будет получаться, что будет не получаться. И дальше уже по системе «Усиляй сильное» будем стараться помогать его поддерживать и направлять в тех направлениях, которые ему и нравятся и которые у него получаются. Вот план на ближайшие лет пять, он примерно такой. Ты строгий папа или Даша все-таки строгий? Тут нет пока у нас еще такого момента строгий-нестрогий. Потому что все равно еще достаточно маленький ребенок. Где-то обычно, мне кажется, чуть попозже. От трех лет, как, знаете, говорят, воспитание какое-то начинается от трех лет. Так он просто сейчас растет, как, знаете, как сорняк. Как растет, так примерно и растет. То есть ему сильно пока не объяснишь и не скажешь, что где-то там что-то нельзя. Ну, просто еще пока маленький не до конца понимает. А так, я думаю, что я достаточно, наверное, буду строгим, потому что без этого нормального парня не взрастить, мужчину. Потому что у меня вот дедушка был, он был очень строгим, таким очень серьезным мужчиной. В моей жизни, по крайней мере, отца у меня рано не стало. И я знаю, что тот мужской стержень, который во мне есть, он конкретно от него, потому что я видел. И до сих пор вот это ощущение мощного такого мужчины, строгого, где-то сурового, бескомпромиссного. Он перед глазами есть. И это дало мне, на самом деле, очень много полезных способностей по жизни. Уметь решать любые ситуации, быть главой семьи, отвечать за свои поступки. И в целом добиваться, наверное, своих целей, ставить их и добиваться, как бы тяжело не было. Ты сказал, что Макс поменял вашу жизнь. Но хочется все-таки не в практическом смысле у тебя спросить, а в твоем внутреннем состоянии. Может, ты начал по-другому смотреть на жизнь, на мир, стал более сентиментальный, какой-то нежный? Да нет, конечно, изменилось куча всего. То, в первую очередь, сразу отсеялось все лишнее, на что я раньше мог потратить время, какие-то встречи с людьми, с которыми можно было не встречаться. Какие-то занятия, просмотры каких-то фильмов, может быть. Короче, сейчас у меня очень хорошее, такое мощное благотворное расписание, с учетом того, что я и утром с ним провожу время, и вечером хочу приехать домой успеть, пока он не заснул, провести с ним время. И за счет этого ставлю только самые основные дела, которые надо обязательно сделать. И как-то вот отсеклось, во-первых, все лишнее, во-вторых, я открыл в себе вот это ощущение новой энергии любви, то есть, которую ты можешь понять только тогда, когда у тебя появляется ребенок. Это вообще новый канал энергии. Вот, просто счастье какого-то на ровном месте, когда мы все бежим, куда-то торопимся, делаем, когда ты смотришь на ребенка и с ним находишься в моменте без телефона, без всего вот этого вот включенным. Вот, ты просто чувствуешь себя счастливым, радуешься, смеешься на ровном месте, и дети очень хорошо это понимают и чувствуют. И, на мой взгляд, это очень такое важное изменение, которое сделало мою жизнь еще такой полноценной, полноценно счастливой. Потому что, я искренне считаю, без семьи, без детей в семье невозможно ощутить и почувствовать вот все грани этой жизни. Вот, и он, наверное, дораскрыл, так сказать, вообще палитру того, что может в жизни происходить. Разбавим мы нашу палитру музыкой и сразу после вернемся. Ну что, я предлагаю прямо сейчас устроить Блиц. Для тебя называется он «Было-не было». Задаю тебе вопрос, а ты просто отвечаешь, было это с тобой или нет. Забывал ли ты о просьбе Даши? Да, конечно, бывает периодически. Обижается на тебя? Ну, есть свои моменты. Запрещал сыну есть конфеты? Да, конечно. Брал деньги в долг? Да, бывало. Не мог прикрутить лампочку в доме? И бывает что-нибудь не могу еще приделать, вот. Не спеваю просто. Пел в караоке свои песни? Да. Путешествовал в одиночестве? Вот этого нет, но очень хочется на самом деле. Даша не будет против? Нет, мы с ней недавно разговаривали, вроде как мы уже там созрели, у нас уже такие нормальные взрослые отношения, и это абсолютно нормально. Куда бы ты поехал один? Хочется сейчас поехать, не то что прям один, но просто типа без своих их друзей, в какой-нибудь поход, в какой-нибудь там, в Антарктиду, в горы, куда-нибудь, в экспедицию на самом деле. Очень хочется, я сейчас смотрю разные варианты, какие есть, прям какого-то мне вот надо, выживание или чего-то еще. Пробовал ли ты экстремальный вид спорта? Да, я очень на самом деле экстремальный человек, у меня есть даже разряд по рафтингу, это сплавы по горным рекам, я очень много сплавлялся по горному Алтаю, участвовал в соревнованиях, и там, ну, моментом было очень рискованно. Врал ли ты на собеседование? Да, конечно. О чем? Я, короче, тебе рассказывал, когда приехал в Москву, чтобы зарабатывать деньги, я начал вести мероприятие, и я не провел ни одного мероприятия, такого какого-то серьезного, и мне там предложили что-то провести, какой-то, короче, ну, короче, для компании что-то, и я говорил, ну, я уже 10 провел, типа, я то, я это все знаю, вот, ну, так все хорошо получилось. А сейчас бы провел? Да, я вообще легко. Опыт этот, этот опыт, он никогда не забывается. Приходил ли на день рождения без подарка? Да, это моя проблема, бывает, я могу и забыть, и друзей, короче, мой косяк такой есть, бывает такое. Кому-то из звездных друзей? Вот недавно, на самом деле, я работаю, дружу с артисткой Дизой, она меня пригласила на, говорит, приезжай там, и скинула мне объявление, там, буду читать стихи, друзья соберусь, троллевали, ну, мне скинули. Скинула какую-то афишу, я приехал, я вообще даже не знал, что на день рождения прихожу все с подарками, и я такой, я приехал просто на творческий вечер какой-то, вот. Я есть подарок, надо отвечать так. Я старался отработать максимально, как мог. Прямо сейчас захожу в наш телеграм-канал, там уже поступают ваши вопросы в ванне. Надю Андреева пишет, у меня нет семейного чата, есть дружеский чат, и привет, Иван, какая у тебя любимая еда, которую сам готовишь, или жена готовит? Так, какая любимая еда, которую я сам готов, я на самом деле безумно люблю завтраки, и готовлю разные завтраки, начиная, там, творог с фруктами, какие-то такие бейглы, тортины, модное слово, с рыбой или с беконом. Вот я очень люблю завтраки. Здорово. Мне кажется, многие телезрители тут даже вот пишут, ждать ли от вас пополнения в семье? Ну, как говорится, как Бог даст. Ну что, друзья, уже потихонечку завершается наш эфир, предлагаю напоследок немного потанцевать, будем уже прощаться с вами. Программа «Тема», к сожалению, подходит к концу. Ваня сегодня рассказал нам очень много классной, интересной информации про свою жизнь, про свои проекты, про предстоящие концерты. Действительно, у тебя какой-то новый виток в творчестве, и мы этому очень рады. Надеемся, на телеканале РУТВ будет больше еще твоих танцевальных классных работ. И прямо сейчас я хотела бы, чтобы ты обратился к твоим поклонникам, к нашим телезрителям, и еще раз позвал всех на твой сольный концерт. Во-первых, спасибо РУТВ за то, что пригласили. Спасибо тебе за вообще прекрасный час нашего эфира, за то, что ставите мои клипы. И я еще раз всех приглашаю на свои большие сольные концерты 9 ноября в Москве, 10 ноября в Питере. Ребят, приходите. Я искренне считаю, что та атмосфера и те эмоции, которые случаются на моих концертах, это эксклюзивно. Такого мало где можно увидеть, потому что я открытый, искренний, я делаю то, что люблю и безумно люблю делиться этим со всеми вами. Поэтому всех жду при фонем месте. Ваня, спасибо тебе большое за эфир. Надеюсь, в следующий раз мы уже увидим, как ты здесь пританцовываешь. И я точно знаю, что брейк-данс на голове, как ты обещал, точно состоится. Будьте в теме. Маша Валуйская, Ваня Чубанов. Всем пока. Пока-пока. Тема Нару ТВ